Воскресенье Релиз по которому он движется Напоминает по форме струны По струнам собираются возить в Москву чистую питьевую воду Которой здесь в озерах предостаточно Такую железную дорогу еще только Предстоит построить Так, ну что друзья, добрый вечер Всем добрый вечер Еще раз всем добрый вечер И хотел бы Изначально Чтобы по видео И по Как видео, как звук Как видео, как звук Поставьте плюсики, если все в порядке в чате И я вот здесь просил специально Попросил, как всегда Обзор такой, коллег попросил Написать, кто с какого года И вот Лидия с 19-го года Сергей с 21-го года И Татьяна Спасибо, 2017-й год 2017-й год Да, и Татьяна еще попросила Меня скинуть ей А Татьяна, вот я вам скинул Вверху в чате Можете посмотреть Так, друзья У нас сегодня Такой необычный обзор В Ютюбе у нас Тоже присутствует Так, прибавляется 13, 14, 15 человек Так что в Ютюбе у нас тоже Идет трансляция Великолепно Все, везде все хорошо Сразу хочу вам сказать, друзья Что, значит В личном кабинете Те, кто не знает Друзья Вот в личном кабинете У нас заходим И в новостях В новостях Вот как раз Посмотрите сейчас На экране Это как раз И ссылочка Из личного кабинета Скрин В новостях Заходим в вебинары И там полностью Полностью идет Перечень всех вебинаров Которые у нас проходят И все трансляции Которые у нас проходят Официальные От нашего фонда От нашего фонда И не путаем С другими вещами Только там И нигде более И второе Специально сделал ссылочку По просьбе Алексея Где найти Как найти В YouTube Заходим Набираем презентацию И фамилия спикера Фамилия спикера И дату Вот в данном случае Я просто Прям специально набрал Презентацию Владислав Волков 6 числа Сегодня у нас 6 число 6 апреля 2021 года И вот, пожалуйста Вебинар Следующий вебинар Вот вы видите Следующая презентация 20 апреля То есть набираем В YouTube Спокойно Любого спикера Какой вам подходит Спикеров у нас много В личном кабинете Еще раз сейчас поставлю Ссылочку на личный кабинет Вот в личном кабинете Заходим на вебинары И Значит И И И Смотрим Позицию Которая Вам Подходит Так Еще раз Лидия 19-й год Значит Сейчас Сейчас Звук проверим Звук у нас есть Все Идем дальше Идем дальше Далее Значит Сейчас я включу Экран Значит Вживую у нас 9 человек Очень хорошо И На Канале YouTube У нас уже Прибавляется 18 19 20 Хорошо Сейчас я включу Демонстрацию Экрана Пока у нас Пока еще Все Остается В прежнем Ракурсе Да Уберем здесь Сейчас я уберу здесь Лишние окошечки Уберем Чтобы они нам не мешали И включим Нашу Красивую Презентацию Так Вижу Да Вижу Есть Пошло Да Струнные транспортные системы На земле И в космосе Специально поставил Эту Этот слайд Потому что Вот смотрите Показываю ему эту книгу Красивую книгу Толстую Прекрасно Еще одна есть Книга О которой я дальше Сейчас немного скажу Но это прекрасная книга Про порядка Порядка 600 страниц Которая как раз Вещает О струнных Транспортных Системах Которые Уже На земле И Прорабатываются Да Мы знаем Что Наши инженеры Наш Наш конструкторское Бюро Работает Я бы сказал так Смотрит На Я бы на это Даже сказал Не на 5 шагов А на 20 шагов Вперед Потому что Космическая программа Она Очень важна И те люди И те партнеры И те кто знают Сегодняшних наших партнеров Которые сейчас есть И которые озвучены И которые будут В ближайшее время Озвучиваться Те Очень далеко Смотрят И глубоко Смотрят Именно в нашу технологию Им тоже интересно И проекты Которые будут У нас И линейные Я не просто Так поставил Те кто уже давно Я вот видел там Нина Еще Сергей Пришли давно Уже полчаса В комнате И они смотрели Как раз Видео По поводу Линейных городов Да Именно наши трассы И вдоль наших трасс Линейные города Я как раз Сегодня хочу Остановиться На этой теме И пройтись По этой теме Поэтому струнные транспортные системы Или Еще они называются Еще наша компания Сейчас называется Вы знаете Нашим технологией Называется Юницкий Стринг технологии Струнные технологии Юницкого И Вот именно В этих Толстых книгах В больших С большим объемом Страниц Описано Вся Все прекрасное Что Анатолий Дуанович Юницкий Это Я сейчас о нем Дальше скажу Это основатель Этой технологии Имел Возможность Изложить То есть В этих Как раз Книгах Да Вот Идем дальше Струнный транспорт Юницкого Очень нравится мне Эта фотография На этой фотографии Мы Можем наблюдать Сразу Шесть Непосредственно Видов Нашего транспорта Это реальная фотография Для тех Кто будет смотреть Впервые Или Коллеги Кто первый раз Знакомится С нашей технологией Посредством Или найдет Этот вебинар В просторах Интернета Это реальная фотография Где Как раз Фотограф Прекрасно Спасибо этому фотографу Я думаю Что это все таки Наши ребята У них глаз Такой Очень орлиный По поводу Запечатления Моментов Исторических Очень красиво Запечатлил Именно шесть Наших Ведущих Флагманов На самом Верху На подвесной Вариант В виде капли Мы наблюдаем Высокоскоростную Машину Это как раз Тот Последний Завершающий Этап В нашем Развитии Именно В этом шаге Я бы так сказал Да Вы знаете Что у нас есть Бизнес-план 15 этапов Развития Компании В 14-м году Те кто пришли Или те кто были Вот сейчас я смотрю На площадке 17-е 20-е 21-й год 21-й год Сейчас посмотрю Кто это у нас Я вообще Я хочу даже Поздравить Этого человека 21-й год Это у нас Кто-то Кто-то здесь Вот К сожалению Не написан Кто Но не важно Я все в любом случае Поздравляю вас Да Потому что 21-й год Это Очень много Информации На сегодняшний день Просто колоссальное Количество информации И информация Очень серьезно Фильтруется Потому что Как это сказать Если одним словом На ошибках Учатся Да Были у нас ошибки Потому что информацию Неправильно Ну как-то подавали Неоднозначно Наши коллеги И партнеры Но тем не менее На сегодняшний день Мы отладили И идем очень верно Верными такими шагами Так что Эта фотография Мне очень нравится Реальная фотография Шесть видов Нашего вида Транспорта Маленькие Да Вот на заднем фоне Вы видите Такой маленький Выглядывает Из-за Юнибуса Это Юнивин двухместный Это самый маленький Или легкий вид Транспорта Я бы так сказал Это Четвертая Путевая структура Калтюбинговая труба И я так предполагаю Что она будет Очень востребована Именно в горном Или в таких Труднодоступных Или в труднопроходимых Местах Но тем не менее Вот как раз На этой фотографии Мы можем наблюдать Подвесной И навесной Вид транспорта Как монорельсовый Так и Бирельсовый Да Вот Те кто меня не знает Давайте познакомимся Еще раз Владислав Волков Меня зовут Технический университет Я закончил Инженер-механик По образованию И Руковожу Направлением Именно Sky World Community С 15-го года Бельгия Были Нидерланды Еще И Санкт-Петербург Сейчас осталась Бельгия Идем дальше Да Еще одна книга Да Еще одна книга Очень красивая Тоже струнные Транспортные системы На Земле и Космосе Но Эта книга Такой малый вариант Вот сейчас я вам показываю Такой малый вариант На первом слайде Вы ее наблюдали Да Здесь 600 страниц Эта книга В золотом Таком восхлечении Я очень Благодарю Анатолию Дородовичу Юницкому Что он лично Подписал Эту книгу Нам с Ириной А вот вы видите Как раз на первом На первой странице Его рукой Написано Ирину Ирине И Владиславу Волковым От автора Небесных И космических Дорог Анатолий Дородович Юницкий Минск Это было в 19-м году И я очень благодарен И мне Я очень горд Что лично От Анатолия Дородовича Получил такой Подарок И эта книга Но она в два раза больше Чем это По размеру И где-то в полтора раза По вместимости информации У меня эта книга есть На полке Я периодически К ним обращаюсь Потому что Достовенная информация Может быть только Вот в этих первоисточниках Поэтому Те, кто смотрел Прошлый вебинар Когда я советовал Приобрести книгу Инженер Если кто-то еще Не приобрел Рекомендую Рекомендую На полке Это должно быть Потому что Ну Будет непростительно Потом Когда уже Время пройдет И Локти Кусать Не надо будет Да Когда книга Уже стоит на полке Когда книга Стоит на полке Кусать локти Нам не надо Это такая книга Которая Ну Имеет место быть Я бы вот так сказал Сегодня я хотел бы Поговорить Вот об этом человеке Анатолий Эдуардович Юницкий Генеральный конструктор Инновационной Технологии Струнного транспорта Юницкого Мы так ее называем Юницкий Стринг технологи Ученый Изобретатель Автор И Колоссальное количество Научных работ Колоссальное количество Монографии Изобретений Можно все это Все изобретения Патенты И все его Разработки Можно Как это Я бы так сказал Можно найти Прочесть И Знакомиться На его личном сайте Юницкий Инженер Юницкий Точка ком Если для кого-то Интересно Ну Можно зайти Да И в 2001 И в 2001 году Как раз Именно этот год Является Отправной Такой я бы сказал Точкой Где технология Строительства Рельсо Струнной Путевой Структуры И опор Имело Место Быть Как раз Вот Те кто знают Историю Нашу Там Именно Я не специально Не просто так Поставил Маленький этот ролик Про Где Комментировалась Информационный Такой ролик И в конце Был Значок Города Озеры Там Мы испытывали В этом городе Испытали Именно Путевую Структуру Да Не путаем Теперь Теперь мы уже знаем Что Путевую Структуру Мы испытывали И получили Очень хорошие Результаты В цифрах И очень много Запатентовано Было И всевозможных Еще Вещей Которые Нам помогли В строительстве Нового Эко-технопарка Я бы так сказал Даже Не парка А Демонстрационно-сертификационного Центра Где мы Показываем Демонстрируем Сертифицируем Эксплуатируем И догоняем Машины Я честно Скажу Так Я правильное Такое слово Выбрал Догоняем Машины По полной Программе И сегодня Вот даже Смотрел Ролик И некоторые Выражения Антонида Леонидовича Юницкого Чуть позже Прокомментирую Струнный транспорт На земле Это факт На этом слайде Вы можете Наблюдать Именно Ту фотографию Которую я показывал Где Шесть Видов Транспорта Запечатлены Прекраснейшим Нашим фотографом Это реальная фотография Еще раз повторюсь Это не Фотошоп И струнный транспорт В космосе Задача уже Завтрашнего дня От решения Которой Зависит Будет ли У земной Цивилизации Будущее Вы знаете До недавнего времени Я не придавал Такого Глобального Значения Этому выражению Но Последние Три-четыре месяца И даже больше Пять месяцев Я очень Серьезно С супругой Мы изучаем Может быть Кто-то слышал Или кто будет В записи Кто-то знает Тайные космические Программы Есть такая Очень серьезная Тайная космическая Программа И этой программе Уже Колоссальное Количество Времени Там уже Более Пятидесяти Шестидесяти Лет Великолепно Люди Бороздят Просторы Космоса Поэтому Это еще раз Подтвердило О том Что Антон Правильно Смотрит В будущее И На пять А то и десять Шагов Впереди Поэтому Когда он говорит Струнный транспорт В космосе Задача уже Завтрашнего дня Я здесь С ним Полностью Согласен И те Подсказки Это Которые приходят По жизни А те Кто умеет Замечать Эти подсказки Они у всех Есть Те кто будут Смотреть Они у всех Есть Это подсказки Но просто Кто-то их Замечает Кто-то Не замечает Сразу А Замечает Чуть Позже Поэтому Та информация Я всегда Всегда Лучшую Лучшую сторону Друзья Два 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 рельса Обхватывается Позиции Обхвата Рельса В масштабе Два рельса Два рельса Большая Но очень серьезно И все Что можно было Там Естественно Технические Специалисты Разрешали Полностью Трогать Открывать Закрывать Эту машину Просто Машина была Конечно Очень Красивая И Честно вам скажу Я обошел Тогда На этой выставке Практически Все Стенды Но Лучшей Машины Я Не видел И по Своим Показателям И вообще По фурору И по новизне И по новизне Вот так вот Я бы сказал Да По новизне И по инновативности Это была Естественная Машина Которая Ну Можно отдать Было И отдали Тогда предпочтение Даже наши Оппоненты Те оппоненты Которые были В 2016 Году На выставке И на транс В 2018 Году Они выразили Такое Как это сказать Такую цитат Такая Такая цитата Из их Можно сказать Цитата Из их уст Была произнесена Что Да Мы вас Неадооценили Вот так вот Да Вот фотографии Как раз С выставки Инна транс 2018 Я тоже здесь Я фотограф Я с обратной Стороны Но тем не менее Подтверждение Что я там был Вот как раз Имеет место Быть Это фотография Да На фоне Прекрасного Высокоскоростной Прекрасной Высокоскоростной Машины Основа Что же является Основой Нашей технологии Это Рельс струна Очень много О ней говорят Очень много Сказано Но Я хочу Вот Остановиться На таких Маленьких Важных моментах Во-первых У нас их Я бы сказал Разновидностей Путевой структуры На сегодняшний день Четыре Да Мы Дальше я покажу Фотографии Из экотехнопарка На сегодняшний день У нас в экотехнопарке В рабочем состоянии В живом В действии В проверенном Состоянии Пять трасс Да Вот мы Основные Три такие Флагмана наших И мы О них не должны Не можем ошибиться И не должны Забывать Мы сейчас Не говорим О легкой трассе О колтюбинговой Трубе О которой я Сказал выше Да Мы сейчас Говорим Вот об этой Об этом Флагмане Это гибкая Неразрезная Путевая структура Да До 150 Км в час Мы на ней Передвигаемся По ней Полу жесткая Неразрезная Путевая структура Тоже от 50 До 150 И жесткая Неразрезная Путевая структура Вот именно С этой Жесткой путевой Структуры Мы Именно на этой Путевой структуре Мы будем Показывать Скорость В 500 Км в час Те кто Сомневаются Те кто Будет смотреть Записи И будут Говорить Что это Невозможно Но значит Вам нужно Просто немножечко Чуть-чуть Подождать На верхнем Самом На верхнем Слайде Как раз Разрез Путевой структуры Стальная Головка Струна Внутри Или пучок Предварительно Напряженных Стальных Проволок Потом Это все Идет В наполнители Да Эти же Этот наполнитель Это наш Специальный бетон Все мы знаем Там Внутри Минералы И соответствующие Составляющие Антикоррозийные Сейчас она Кстати Видоизменилась Чуть-чуть Добавились туда Компоненты Да И плюс еще Мы знаем Что канал Для коммуникации Это для интернета Для электричества Вот внизу Вы видите Трубы Такие идут Они Они могут быть Вот именно Это Это расположение Оно Вернее Этот показ Или разрез Он может меняться Будет усовершенствоваться Я больше чем уверен Что он будет усовершенствоваться Будет Будет Более Такой Доработанный Проработанный Но основной Такой костяк Для понимания Для тех Кто будет смотреть В интернете Для тех Кто не знает Именно Что это такое Это вот Именно Здесь мы можем Посмотреть Что такое Наша Неразрезная Путевая структура Или струнный Рельс Что значит Струнный Речь идет О натяжении Вот этих струн Или пучок Предварительных Которые Предварительно Натяжены На Те На Имеет Такое Предварительное Натяжение Между Основными Анкерными Опорами То есть От основной Анкерной Опоры До другой Мы сейчас Не говорим О промежуточных Опорах Мы сейчас Говорим Об Анкерных Опорах Которые Заякорены Что значит Анкерные Анкерные То есть Мы полностью Якоримся В земле То есть Мы закрепимся Или как Держимся Наша Опора Держится За землю Как бы Впилась Так можно Сказать В землю И Посредством Естественно Однозначно Это не просто Так Естественно Инженерная Группа Это ведет расчет В зависимости от путевой структуры В зависимости от нагрузки Это все не просто так Поэтому мы имеем Девятиэтажное здание И на каждом этаже Мы имеем Коллеги наши знают Что у нас это новое здание Теперь девятиэтажное Где наверху написано Юницкий Стринг Технологи Это наша Новая аббревиатура Новое название Мы готовимся К выходу На рынок И очень серьезно Уже Практически Открыли дверь Скоро Информация Будет поступать От Анатолия По решению Анатолия Юницкого В то время Именно когда Он скажет Когда он скажет Что этому Есть место быть И время Пошло Пора Вот на этой фотографии Мы наблюдаем Эко-технопарк Это наш Демонстрационный Сертификационный Центр В Мариной Горке Для тех Кто не знает Беларусь Это Минск От Минска Это 60 километров Не очень далеко Марина Горка Прекрасная Такая деревенька Небольшая Этот наш Демонстрационный Сертификационный Центр Где вот Как раз На этой фотографии Слева направо Мы можем наблюдать 6 5 наших Путевых структур Рабочих Уже Живых В действии И 6 И 7 После Жесткой Путевой структуры В виде Таких Арок Арки Так как Санта Барбара Кто смотрел Этот сериал Испанский Как Санта Барбара Это вот Путевая структура Структура Новая путевая структура На болтовом Соединении Уже Долговечная Те кто Из Петербурга Или кто знает Что все наши мосты В Петербурге Крепятся Или соединены На заклепках И на болтовых Соединениях И стоят уже По 100 А тот Самый Старый Мост В Петербурге Мы его знаем 200 лет Ему 200 лет То есть это Действительно Принял правильное решение Так как У нас заявлено Что путевая структура 100 лет Имеет место быть Поэтому Именно Это Болтовое Соединение Правильное Инженерное решение И я С этим Полностью Согласен Нашел У Анатоли Дадыча На сайте Инженер Unitskiyengineer.com Вот такой рисунок Или чертеж Это И там Описано Именно Мост Да Мост И посредством Нашей технологии И я Понимаю Что да И там Описано Очень Не буду сейчас Говорить Цифры Не буду Приводить Там Примеры Там очень Много Формул Пример Цифр И Сопоставлений С разными Видами Мостов И с разными Технологиями Но Я понял Что это Действительно Технология Которая Во-первых А Она дешевле А Б Она Намного Проще И Прочнее То есть Я думаю Что В ближайшее Время Все-таки Это Будет Иметь место Быть Я имею Ввиду Строительство Мостов Посредством Технологии Антолида Еще Низского То есть Струнные Струнные Мосты Нашел Еще Одну Фотографию Рисунок Такой Антолида Где Антолида Прописывает Именно Путевую Структуру Под Слоем Воды И он Очень Хорошо Это Там Прописал И я Вспомнил Недавний Вебинар Когда Я Говорил О Канале Который Уже Строится На сегодняшний день Тысяча По-моему Двести Километров Именно Посредством Вот Именно Такой Технологии Где Сама Путевая Структура Находится Внутри Вот Такой Трубы А Труба Поддерживается В плавучем Состоянии Посредством Вот Этих Вот Приспособлений Таких Но Эти Ну или Как бы сказать Поплавки Такие Я сейчас Образно Говорю Специально Чтобы Не запутывать И не Пудрить Ну как Как это Не Не давать Много Информации Технической То есть Вот эти Поплавки Давайте Так их Назовем Поплавки Удерживают Путевую Структуру На Определенном И Вот Вы Видите Сзади Они Заикоренены Такими Как бы Тросы Такие Идут До Дна Так Самое Интересное Что Именно Это 1200 Километров Или 1000 Там Около 1200 Километров Путевая Структура Которая Идет Под водой Она Уже Сейчас Строится Боюсь Ошибиться Сейчас Именно От Какой Точки До Какой Там Город По Кристиан До Именно По Этой Системе Производится И имеет Место Быть То есть Это Еще раз Подтвердил Подтвердило То что Антон Ладыч В инженерном Плане Думает Правильно И Все Решения Которые У него Это Это Кстати Это 80 С 80 По Могода И Вот Это Решение Вот То есть Оно Имеет Место Быть На Сегодняшний День Поэтому Вот Те Фотографии Они Такие Исторические Фотографии Где Анатолий Ладыч Показывает Путевую Структуру Показывает Как Работают Модели Как Прочерчивает И Прочерчивал Тогда И Все Это Давал Такую Жизнь Можно Сказать Неустанно Идя Вперед И Вперед Вперед Я бы Так Сказал И Почему Я Сейчас Улыбнулся Потому Что Очень Приятно Смотреть На Фотографии Той Эпохи И Когда Смотришь На Людей На Тот То Что Происходит На Фотографии Дома Машины Одежда Построение Так Далее И Улыбаешься Потому Что Но В то Время Я Знаю По Себе Что В то Время Очень Было Трудно Все Это Достать Найти Но Тем Не Менее Вот Анатоли Анатоличу Это Удавалось И Конечно Спасибо Анатоли Анатоличу Что Такой Огонь И Такая В нем Жилка В которой Он Каждодневно Постоянно Идет Вперед 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 При всем При этом Усовершенствовав Усовершенствовав Переделывая В лучшую Сторону И Улучшая Позиционные Моменты Технологии Да Но еще При этом Очень хорошо Реагирует На обратную Связь То есть На Запросы Клиентов На Мировое На мировые Запросы Как Как Структурно Меняется Рынок Как На рынке Запросы Именно В том Или В этом Направлении И Мы имеем Доказательства Тому Что У нас Не было Не было Запланировано Вообще Принципиально Unicom Да Перевозка Контейнеров Но Тем не менее Она у нас Сейчас есть А с чем Это связано Потому что Запрос И Положение На рынке Именно В этом Направлении Говорит о том Что Это направление Будет Очень Хорошо Востребовано Очень Хорошо Востребовано Вот Нашел Такую Фотографию Тоже И Описание Вот Этой Машины Не специально Вины Не просто Так Это машина Для строительства Нашей путевой Структуры Естественно Это первое Описание Первое Видение Анатолия Радачи Первое Такой Рисунок Как это Будет Зачем Это Будет И с чем Это Связано Поэтому Она Будет Изменяться Но Машина Описана Полностью Как Работает Система С чем Это По каким Параметрам Какие Агрегаты И что То есть Все Описано Полностью Я очень Рад Что Почему Я именно Эту Фотографию Поставил И показываю Потому что Было Несколько Вопросов Есть Ли У нас Машины И Смотрит Леон Анатолий Радач Вперед По Убыстрению Строительства Именно Дорог Которые Нам Необходимо Будет Строить Да И Я Очень Рад Что Мировое Сообщество Все Таки Обращает Поощряет Анатолий Радач Вот Мы Видим Диплом Это Было В Вене Skyway Технология Получила Такая Ну Я бы Скал Так Что Диплом За Инновацию Экологичной В экологии В сфере Экологии И транспорта Вот Так И Я Очень Рад Что Нам Всем Посчастливилось Там Быть И Присутствовать И Поддержать Анатолий Радач Именно В этот Момент Это Был Не Первый Диплом Его Но Антолий Радач Был Очень Рад И Он Был Искренне Так Искренне Открыт Когда Мы Очень Долго Потом После После Того Как Диплом Был Вручен И Все Награды Полученные И Мы Там Очень Много Беседовали И Был Был Удивлен Что Эта Технология Развивается И Здесь Анатолий Радач Очень Был Рад Потому Что Признание Все Равно Вот Такое Признание Оно Имеет Место Быть И Сыграет Свою Роль В Определенный Момент Я Это Знаю Точно Потому Что Те События Которые У нас Проходят Сейчас На В Арабских Эмиратах Эти События Произошли В давние В давние Времена Если Мы Зайдем На Unitsky.com Его Сайт То Мы Посмотрим Там Очень Много Фотографий Именно В Эту Сторону Сегодня Я Хотел Остановиться На Этих Рисунках На Этих Фотографиях Именно Касающихся Линейных Городов Почему Именно По Линейным Городам Потому Что Красивые Очень Рисунки Красивые Очень Терчежи Вот Вы Видите Как раз Как Антон Градыч Именно Здесь Показывает Как Будут Устроены Или Как Именно Будут Передвигаться В Линейных Городах Люди И Это Не просто Так Я Сегодня Так Вернее Направился Именно В эту Тему Потому Что В просторах Интернета Вышло Видео И я Вам Линейные Города Здесь Написано Английски Skyway Linear City Здесь Как раз Полностью Описано Все О Линейных Городах Как Они Будут Обустроены С чем Это Связано И Почему И вы Знаете Как То В одном Из Разговоров С Анатолием Дановичем По Моему Это Было Ну Неважно По Моему Это Было По Поводу Санкт-Петербурга Я Ему Показывал Определенную Дорогу Определенная Дорога И Мы Очень Много Говорили О ней Я Я Очень Долго Рассказывал Хотя Очень Это Было Мне Показалось Что Это Было Долго Да Вот Хотя Он Просил Очень Коротко В Итоге Когда Я Полностью Выжился Он Мне Скал Такую Фразу Не Интересно И У Меня Была Такая Пауза Я Не Понимал Ну Как Что Почему Не Интересно Вроде Бо Все Четко Красиво И Везде Все Разложено Вот Вы Видите Как Раз На Именно Такая Дорога Не Интересно Почему Потому Что Она Имеет Место Быть Только Из Точки А В Точку Б Это Еще Раз Я К чему Это Я К тому Ввиду Что Антон Видит Все И Все Моменты В Кластерном Таком В Объемном В Объеме В Таком Что Я Имею Ввиду Вот Что Интересно То Интересно Это Карта Метрополитена Москвы Но Я Ее Взял За Основу Вот Что Интересно Пускай Это Будет Из Точки 2 3 5 6 7 8 До 3 5 Но С Продолжением Вот Таким Понимаете О чем Речь Да То Должно Быть Продолжение Должна Быть Видна Кластер То Кластер Должен Видеть С Продолжением Куда Мы Движемся Может Быть Он Будет Меньше Может Быть Это Будет Вот Так Но Самое Главное Должно Быть Продолжение Должно Быть Продолжение Ни В коем Случа Не Должно Быть 2 3 5 15 3 5 Вот Почему Не Интересно Кластер Тип Должен Быть Виден В Построении Дорог То Дороги Должны Иметь Продолжение Но Есть Еще Одно Исключение Исключение Есть Вот На данном Слайде Вы видите Высокоскоростную Трассу Почему Именно Высокоскоростная Трасса Тоже Очень Интересно Потому Что Под Высокоскоростной Трассой Именно Вдоль Нашей Высокоскоростной Трассы На В местах Астану Хотя Может Быть Это И Не Только Высокоскоростная Трасса Это Может Быть Еще И Вот Как Вы Видите В этом Случае Эко Город На Острове В Исландии Это Может Быть Соединение Двух Островов Это Не Обязательно Высокоскоростная Но То Что Я Хочу Проговорить Дальше И Вы Наверняка Видели Для Тех Кто Видел В Ютюбе Есть В Саудовской Аравии Город Новый Линейный Город 170 Км Я Дальше Покажу Вам Сейчас Это Видео Вот Но Именно Это Направление Именно Направление Вот В Линейных Городах И Именно Вдоль Что Что Я имел Ввиду Под Словом Линейные Города Линейные Города Вдоль Наших Наших Трасс Это Очень Актуальный Оказался Очень Актуальное Оказалось Направление И Опять В очередной Раз Подтверждение Пришло Из Саудовской Аравии И Вы Знаете Прекрасно Что Да Я Сейчас Покажу Дальше Видео Оно Не Очень Большое Там По-моему Порядка Четырех Минут Но Там Очень Четко И Красиво Они Рассказывают Что Именно И Почему Они Видят Вдоль Вот Этих Длинных Трасс Строить Такие Маленькие Города О которых Кстати Всегда И говорит Антоли Дадыч Я вам Тоже Покажу Там Видео Трехминутное Где Антоли Дадыч Рассказывает Почему Именно Линейные Города Вдоль Трасс Не Нужно Теперь Жить В этих Агроматнейших Таких Мегаполисах И Дышать Там И Ну Не Знаем Потреблять И Остальных Вещей Вот Это Может Быть И Такого Плана То есть Антоли Дадыч Тоже На Сайте Есть И Вот Такой Кластер Небольшой Вот Наша Амкерная Опора А вокруг Мы Видим Там Порядка 40 Домов Да Плюс Еще Вот В этом Круге Посмотрите Трех Максимум Трехэтажное Здание Это Тоже Может Быть Такое Направление И Не Обязательно Находиться Именно В 8 В 10 В 15 Миллионном Городе Вот Это Разворотная Анкерная Опора Я тоже Ее Нашел Очень Очень Интересная Такая Позиция С Вертолетной Площадкой Кстати По поводу Линейного Города Очень Хорошо Именно Я имею Городов Возле Трасс Очень Хорошо И очень Так я бы сказал Правильно Приняли Информацию Вот В Антверпене Когда я Делал Презентацию И мы Рассказывали О технологии И говорили Вообще О проблемах И как Где Что Связано И Что Можно Связать И где Можно Получить Результат И тогда Для них Тоже Срезонировал Именно Это Наше Направление По поводу Линейных Городов Но Предпочтение Они отдали Вот Конечно К метро Потому что У них К метро Имеется ввиду Не подземное А вот Наземное Метро Но Имеется ввиду Вот Метро С Вот Такими Удлиненными Моделями Как Вот Вы Сейчас Видите На данном Слайде Это Фотошоп Это Не Реальная Фотография Но Эта машина У нас В производстве Именно Вот такая Машина Из Шести Составляющих Она У нас В производстве И она Будет Иметь Место Быть В ближайшее Время Я Очень Рад Поэтому Вот Как Раз По Линейному Городу Наверное Скорее всего Нет Звука Давайте Я чуть Попозже Включу Другое Видео Как раз Там Трехминутный Должен Быть Там Звук Вот Линейные Города Значит Смотрите Друзья Я чуть-чуть Пробегусь Вперед Для того Чтобы Время Сократить Потому Что У нас Чтобы Вас Не Задерживать И Было Было Интересно Потому Когда Немножко Затянуто Не Интересно Линейные Города Сейчас Этим Понятно Смотрите Города Будущего Вот Такая Есть Национал Географик Вот Такой Журнал Я его Когда-то Показывал Но Я его Специально Сохранил Очень Красивый Журнал Но Что Почему Я его Сохранил Посмотрите Как Я сейчас Объясню Логику Мою Почему Я это Показываю Тут Написано Город Мечты Специальный Выпуск Национал Географик Россия Уже Не только В проектах Но И В реальности И тут Дальше Человек Который Пишет Эту статью Он пишет Что ожидается Что до 2050 Года Население Пласть Планеты Вырастет До 9 8 Миллиардов Человек А сейчас Уже 10 Миллиардов И почти 70 процентов По оценкам Ученых Будут жить В городах Именно В городах И станут Горожанами Да И Там Очень Много Описано Я специально Сохранил Этот журнал Да Этот журнал Трехлетней давности Но Почему я именно К нему сейчас Обратился Я сейчас вам Логику свою Расскажу Как она совпала С видением Анатолия Ледовича Вперед На шагов 10 Здесь он Описывает Именно этот человек Который описывает Он описывает Именно вот эти Хаабы Городские Хаабы Что он Имеет ввиду Вот вы видите Если вы видите На фотографии Идет трасса Таким красным Цветом Трассным Красным цветом Трасса И вдоль Трассы Вот такие Городские Хаабы Вот вы видите Внизу Городской Хааб Один Городской Хааб Два Три Четыре Пять Шесть Что он Имеет ввиду Хааб Имеет ввиду Такой Кластер Небольшой Нигде 10-15 Миллионов Живет Как в Москве 18-20 А живет Максимум Один Миллион То есть Получается Вдоль Длинной Трассы Длинные Трассы По побережью Неважно Где Как она Будет Проходить Здесь Миллион Там Миллион Здесь Миллион Там Полмиллиона Там То есть Такие Хаабы Хаотичные Хаабы Но Они Полностью Автономные Полностью Экологически Чистые С зеленой Энергии С культ С возможными Умными Домами С дронами С небесными Переходами И со всеми То есть Полноценные Города Но Что самое Интересное Что пишет Этот человек Три года Назад Не зная Вообще О нашей Технологии И не подозревая Что мы есть Он пишет Что системный Транспорт Мегаполис Пронизан Сетью Легкого Метро Понимаете О чем речь идет Легкое метро Автобусных Маршрутов И поездов Способных Разгоняться Внимание Способных Разгоняться До тысячи Километров В час То есть Не подозревая Он эту концепцию Полностью Нашу концепцию Линейных Городов Вдоль Трассы Трасс Прописал Здесь Понимаете То есть В национал Географике Географик Вот в этом Журнале И он пишет Далее Он описывает Гармоничное Проектирование Умные Здания Здания Полностью Себя Обеспечивают Очень красиво Я специально Оставил этот Журнал Потому что Ну очень красиво Все описано И я еще думаю Ну как же Дальше это все Будет сопряжаться Вместе Но смотрите Что он пишет Что беспилотные Автомобили Большинство Транспортных Средств Будущего Беспилотные На Электрической Тяге И очень важный Момент Особенно Грузовики Что он имел Ввиду Он тогда Не знал Что значит Беспилотные На электрической Тяге И особенно Грузовики А он имел Ввиду Наш Юниконд Друзья То есть Наш Юниконд Беспилотный Грузовик На электрической Тяге Вот, то есть понимаете, еще одно подтверждение, три года назад в Национал Географик в журнале была прописана наша технология, не знал человек совершенно, еще раз подтверждение о том, что мы правильной дорогой идем, в правильном и в хорошем направлении. И второе, и даже третье, а то и четвертое подтверждение, те, кто не знает или те, кто может быть знают, вот как раз вырезка из видео, я сейчас вам включу это видео, мы знаем о том, что в Саудовской Аравии строится 170-километровая дорога, вдоль этой 170-километровой дороги вот такие вот города, вот вы видите как раз Хаабы, вот то, что было прописано вот в этом журнале. Вот, вернусь назад специально прям для тех, кто вот Хаабы, видите, то есть трасса красным идет и Хааб, один, второй, то есть городской кластер такой, третий, пятый, шестой, неважно сколько там их будет, по всей трассе полностью, то есть на сегодняшний день, сейчас прям включу это видео, оно там 4 минуты, чтобы вы понимали, да, прописанное то, что здесь Национал Географик прописано, в Саудовской Аравии 170-километров вдоль этой 16-километрии, этих 170-километров прекраснейшие Хаабы, вот такие кластеры по, значит, с новым совершенным строением, с новыми технологиями, с новыми всевозможными разработками и все, что связано с этим. Далее я покажу сейчас это видео, оно не очень долгое, 4 минуты, я сейчас его покажу, но что самое интересное, я еще хочу сказать, листал свои заметки, свои презентации и свою записную книжку, и нашел вот этого прекрасного человека, Винсет Калибау, это француз, я с ним контактировал и очень хорошо, он, знаете, как очень хорошо отрезонировался мне по его роду деятельности, что я имею в виду? Это архитектор, архитектор необычный, молодой, талантливый архитектор, у него на сайте сейчас более 60 уже разработок, вот такие красивые разработки, полностью сопрягающиеся с нашей технологией, потому что наши технологии тоже инновационные, здесь инновационные дома, необычные дома, но, что самое важное, эти дома эко-экологические, и что самое интересное, он берет за основу, далеко не ходит, берет за основу, вот видите на данном слайде, дерево, то есть как растет дерево, как оно устроено, как структурировано, как что происходит, полностью изучая структуру и сущность этого живого чуда, и полностью повторяет ее в строительстве домов, вот вы видите как раз на этом слайде уже полностью его проект, именно структурированный и проработанный уже в инженерном точке, с точки зрения в жизнь, да, вот с какими инженерами нужно нам будет работать, и мы будем это делать точно, вот вы видите спиралевидное здание, спиралевидное здание, я уже показывал, кто-то наверняка уже видел эту фотографию, но я хочу еще раз повторить, почему слева и фотография именно этого инженера и здания макета, справа это здание уже, это графика, но здание есть реальное, реально построенное, оно существует в Китае, и естественно это здание можно использовать как анкерную опору, почему нет, это здание может быть как анкерная опора, а на пятом, шестом, седьмом этаже будет наша именно станция, на, можно на двенадцатом, на пятнадцатом, неважно, я имею ввиду именно о людях, о молодых конструкторах, о молодых архитекторах, о молодых талантливых людях, с которыми мы будем делать то именно направление новое, совершенно красивое, вот такое, да, и соединять ее вот на пятом, шестом, седьмом, втором этаже со станцией нашего вида транспорта, великолепное направление, и я думаю, что этому не просто место быть, а я обязательно это дело, ну как бы буду, буду продвигать, двигаться по ходу событий, по ходу нашего, развития нашей компании, мы будем двигаться, 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 и дальше, я зашел к нему на сайт, вот его сайт, если вы видите, он наверху, vincent.colivau.org, у него очень большое количество на сегодняшний день разработок, и очень большое количество продвижений дальше, я очень рад, что мы идем в правильном направлении, я очень рад, что Анатолий Ладович неустанно ведет нас к цели, и я очень рад, что Анатолий Ладович правильно, инженерно мыслит, где-то плюс-минус пять, а то и десять шагов вперед, и это подтверждение находит в всевозможных моментах и во всевозможных вещах, которые я вам сейчас покажу. Я сейчас вам, друзья, включу видео, сейчас включу вам видео из Саудовской Аравии, для того, чтобы понимать о линейных городах, да, почему же именно мы, как никогда, точно и в десяточку смотрим. Мы очень правильно и хорошо шагаем, даже если смотреть в этом направлении, потому что, посмотрев сейчас видео, вы сразу поймете, о чем речь. Сейчас я включу это видео, и мы... Давайте посмотрим, потом чуть-чуть проговорим. Это видео недолгое, четыре минуты. Привет, друзья. Совсем недавно наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Ибн Салманом было объявлено, что они планируют инвестировать от 100 до 200 миллиардов долларов в строительство зеленого оазиса в пустыне. Только это будет не просто оазис, а футуристический город без машин, дорог и прочих городских, в кавычках, прелестей. Это будет линейный город, который представляет собой некий пояс шириной в несколько километров и длиной в 170 километров. Простираться он будет от гор на северо-западе Саудовской Аравии до Красного моря. Но в отличие от современных мегаполисов, загрязняющих окружающую среду, этот город с населением в предварительно 1 миллион человек будет на 100% обеспечиваться чистой энергией. А жители будут пользоваться сверхскоростным транспортом. Но не на земле, как вы могли подумать. Линейный город будет состоять из трех слоев. Верхний – для пешеходов и два подземных – для транспорта и различной инфраструктуры. По словам Ибн Салмана, этот проект сохранит как минимум 95% природной среды региона, где будет располагаться город. «Почему мы должны жертвовать природой ради развития?» – говорит Принт. Почему 7 миллионов человек должны ежегодно умирать из-за загрязнения окружающей среды? Почему мы должны ежегодно терять 1 миллион человек из-за дорожно-транспортных происшествий? Вы задумывались? По словам дизайнеров и архитекторов, школы, магазины и другие объекты первой необходимости будут в пределах пяти минут ходьбы каждого жителя, а поездка с одной точки города в другую не будет длиться дольше 20 минут. В планах также говорится, что искусственный интеллект улучшит повседневную жизнь жителей и предприятий, при этом он же будет заниматься и дальнейшим расширением возможностей инфраструктуры. Разработчики прогнозируют, что линейный город создаст почти 400 тысяч новых рабочих мест и увеличит ВВП Саудовской Аравии примерно на 48 миллиардов долларов. Если ничего не помешает, строительство должно начаться уже в 2021 году. Помимо всего прочего, город Линия станет передовым местом для соседнего города-государства НИОМ. НИОМ – это еще один интересный проект, площадь которого должна составить 26 тысяч квадратных километров, а его стоимость составляет 500 миллиардов долларов. Строится он в провинции Табук в Саудовской Аравии, недалеко от границ Иордании и Екатерии. Друзья, остановлюсь здесь для того, чтобы прокомментировать немножко. Смотрите, вот есть понимание, да, то есть Саудовская Аравия, то есть наследный принц, уже в 2021 году принял решение о строительстве 170 километров и вдоль этих 170 километров линейные города, понимаете? И там вот человек прям проговаривает, 170 километров за 20 минут. Но обратите внимание, сейчас он будет дальше, сделал такой небольшой анализ рынка, кто же может передвигаться на этих 520, со скоростью 500 километров, потому что нужно эти 170 километров за 20 минут проехать со скоростью 520 километров. И он дальше сейчас скажет. Но обратите еще внимание, что обязательно в новом каком-нибудь начинании, в новых делах находятся скептики. И обратите внимание, скептик там будет Елизабет, профессор университета Майами. Обязательно найдется скептик, который скажет, что нет, у вас не получится. Обратите внимание. Но на самый момент я хочу вам, чтобы вы акцентировали на передвижение. То есть он говорит о том, что нет на сегодняшний день транспорта, который передвигается даже в присутствующем в Японии. И те скоростные машины, они все двигаются. Вот посмотрите, еще минутка там, и вы все поймете. НИОМ является частью амбициозного плана по избавлению Саудовской Аравии от нефтяной зависимости и превращению страны в технологический центр, похожий на Кремниевую долину. Он будет включать поселки, города, исследовательские и образовательные зоны, а также туристические достопримечательности. Согласно World Street Journal, в конфиденциальных документах упоминаются планы создания летающих дронов такси, парк развлечений в стиле парка юрского периода с роботизированием и в изменении окружающей среды. Но у этих проектов есть свои скептики, которые находятся за океаном. По словам Элизабет Платтер-Зиберг, профессора архитектуры университета Майами, для сохранения линейности того же The Line потребуется жесткое регулирование, поскольку города имеют тенденцию хаотично расширяться. Вот почему транзитные системы типа ступица и спица, как правило, более распространены. Они позволяют транзитным ветвям соединяться друг с другом, не требуя обратного пути к центральной транзитной станции. По словам Элизабет, даже продвигая многообещающие идеи, дизайнеры The Line, похоже, обходятся без исторических знаний о том, как следует проектировать общественный транспорт. К тому же, пока неясно, существует ли технология для транзитной системы. Чтобы проехать 170 км за 20 минут, потребуется поезд, способный развить 512 км в час, что значительно превосходит мировой высокоскоростной железнодорожный транспорт. Те же поезда Евростар в Европе едут со скоростью около 320 км в час. И хотя некоторые из китайских высокоскоростных поездов развивают скорость в 380 км в час, на практике они в среднем передвигаются с той же скоростью, как у Евростар. Теоретически подземные контейнеры Hyperloop, подобные тем, которые разрабатывают Virgin и SpaceX, могут справиться с таким быстрым путешествием. Но эта технология будет еще развиваться по крайней мере лет 10. Пока первые тесты Hyperloop показали скорость в 463 км в час, но это без пассажиров. То есть не сделаем небольшое резюме. То есть получается город, линейный город, то есть вдоль трассы 170 км в 2021 году начинает строительство, да? То есть Саудовская Аравия гор вдоль этой трассы, наследний принц, принял решение, то 2021 год стартует, будут такие кластерные хабы, да? При этом за 20 минут должно быть 170 км быть пройдено, то есть, соответственно, скорость должна быть 512 км в час, да? Но на сегодняшний день китайские и другие поезда, которые существуют, они заявленные или, так сказать, испытанные скорости 380, но на самом деле они передвигаются намного-намного ниже, да? И Hyperloop 463 км в час, но, да, действительно достигло, но без пассажиров. И человек, который передает информацию с экрана, он говорит, что еще в ближайшие 10 лет плюс-минус где-то Hyperloop развиваться. То есть смотрите, на сколько шагов мы впереди всех этих позиций, и, естественно, эти 170 км за 20 минут мы преодолеем за 512 км в час. Это точно и однозначно. И маленькое видео в заключении, именно от Анатолия Эдуардовича Юницкого, как Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывает именно, так как у нас тема сегодня, линейные города, да, линейные города, маленькое видео трехминутное о том, как Анатолий Эдуардович сам лично рассказывает о том, как будут устроены линейные города, как они будут действовать и как вообще будут функционировать. Очень интересно. Слушаем. И представьте, что любой город можно сделать пешеходным. Сейчас же модно строить небоскребы. То Москва-сити, то еще там Сидне-сити, то еще там Дубая, там страшные небоскребы. Причем они строят бессистемно. И создают проблемы, как два небоскреба в Нью-Йорке, самолет ударил и погибло больше двух тысяч человек. Нельзя в одном месте столько строить. А представьте, их сто, а дно упало, и все остальные посыпались. Это же не опасно вот так делать, да? А теперь представьте, вот город любой, неважно, Москва, Минск, неважно, вот город. А давайте мы высотки поставим не просто бессистемно. Хотя они могут там какие-то линии быть, не обязательно там параллельно это все, да? А давайте вот здесь поставим высотки и сделаем вот такую дорогу, и на земле не будет ни одной опоры, опорами являются здания, где люди живут, где магазины, офисы и так далее, да? И тогда я с одной пересадкой, с одной пересадкой попадаю в любую точку, а пересадка с одного этажа на этаж, потому что в эту сторону вот так идёт, а в другую сторону вот так идёт. Это один этаж, это за 30 секунд я пересел, расписания нет, транспорт идёт за другом, и весь транспорт ушёл туда, и на земле нет вообще никакого транспорта, не нужны автобусы, автомобили, метро, трамваи, не надо. Город стал пешеходным, если мы сделаем шагом один километр, шагом, тогда 500 метров максимальное расстояние, это 5 минут, а если взять среднее, то это будет где-то 3 минуты ходьбы, и ты у станции, сел и поехал. Это так называемая концепция города линейного, который, ну, сделан как бы в шахманном порядке, да? А можно найти города в эту линию. И это вообще пешеходные города, где транспорта нет, кроме вот нашего воздушного, это воздушное метро. И вот эта вот дорога, которую вы видели, два в одном, да? Снизу подвесной, сверху навесной. Вот представьте, тоже Илон Мас там говорит, вот, давайте там всё, всё в трубу, в трубу, в вакуум туда, да? Поехали. Интересно, как вот доехать, если, допустим, я еду с Москвы, с Минска в Москву в вакуумной трубе, а мне надо выходить где-то в промежутке в Смоленске, как я там выйду? До Москвы доеду, потом поеду автобусом обратно или что? А теперь представьте, что у нас две дороги, одна сверху, другая снизу, сверху высокоскоростная, и остановки, допустим, идут там через 100 км, а снизу городская, и остановки идут через километр. И так до Владивостока или там до Парижа, в другую сторону, да? И, получается, я могу доехать, сесть и проехать по городскому транспорту в свой кластер, где я живу, и вон пешеходный этот кластер. И это в логике зелененных городов можно сделать. И вообще все люди могут жить не в этих, вот Клаак, из современных городов, так Клаак, на самом деле, мегаполисы, там жить невозможно. Вот в Китае, в Китае где-нибудь там, в Пекине, или вон сейчас, я смотрел ролик, как это, смог такой в Индии сейчас, а у них в это время, Павел, он второй, это, первый секретарь посольства российского, это белорусского Индии, кстати, он знает, что такое Дели, да? Там в 50 метрах ничего не видно, такой смог. И вот это, едет по трассе, думает, что там чисто, а там пробки, ну, стоят, и он бух в машину. Представляете? И, кстати, этот смог создал, в том числе, транспорт. А теперь представьте, что Индия живет не в Дели, а в линейных городах, где вообще и смога-то нету. И вот таких аварий невозможно. Давайте вот здесь умный город сделаем, давайте здесь умный город сделаем, вот здесь, давайте здесь, давайте здесь, давайте здесь, давайте здесь, и у нас Индия станет умной. Я говорю, что за глупость? Ведь транспортная сеть, это как кровеносная система наша, ну, аналог, да? Разветвлённый и так далее. Представьте, что я в своём организме вот здесь сосудик улучил, вот здесь сосудик улучил, вот здесь сосудик улучил, и что? Что, организм вылечит от этого? Нет, лучше не стало. А представьте, что я создам сеть линейных городов. И я посчитал, что для Индии достаточно 100 тысяч километров линейных городов, где может жить миллиард человек, миллиард. Им чистый воздух будет, не будет аварии, дети не будут гибнуть под колёсами автомобиля, потому что их просто не будет. Это займёт всего лишь одну пятнадцатую территорию. А четырнадцать пятнадцатых можно вернуть детственные леса и так далее, природа, как она была. Друзья, не будем досматривать этот фильм, видео. Найдите в просторах интернета Анатолий Юнитский о линейных городах. В ютюбе можно найти этот полный ролик. Это ещё раз подтверждение о том, что Анатолий Юрьевич ещё раз нам подтвердил о том, что мы идём правильным путём. И всё то, что делается, всё очень верно. И то решение в Саудовской Аравии, город, линейные города, линейный город или линейные города вот так вот вдоль трассы 170 километров. И наследний принц Саудовской Аравии принял решение о строительстве. И как раз мы сейчас видели и слышали из уст генерального конструктора, основателя технологии о том, что может на маленькой территории, на определённом именно в линейном таком кластере, в линейном расположении жить до миллиарда человек. При этом экология будет 100% в правильном направлении. Дышать мы будем чистым воздухом. И соответственно все параметры улучшаются и показатели на порядок выше. Поэтому наша концепция и наше направление именно в линейных городах, она как никогда оказалась кстати именно сейчас. И вы знаете, я нашёл в просторах интернета, покопался оказывается в 1882 году Артура Сарио, был такой инженер, архитектор можно сказать так, он предложил именно концепцию линейного города. И вы знаете, такой линейный город, ну в кавычках можно сказать, в Мадриде существует улица, улица именно по концепции линейного города существует и она построена, вы знаете, в Мадриде. Именно эта улица названа именем Артура Сарио. Кому интересно, найдите в просторах интернета и эту информацию, очень классная информация, поэтому мы верно и правильно ещё раз, ещё раз этим вебинаром хочу сказать, что правильным путём и на 5-10 шагов впереди мы идём. Потому что, посмотрите, Саудовская Аравия, наследний принц именно задумался в этом направлении об улучшении и вы видели это видео. Ещё раз, кто не видел или кто желает посмотреть полностью это видео, наберите прям так линейный город Саудовской Аравии, посмотрите его ещё раз. И вдоль этой трассы, вдоль трассы 170 километров, ещё планируется построить совершенно новый город с новыми технологиями, называется он Немо. Так что, друзья, то, что описано в Национал Географик, то, что у нас есть в книге «Струнные транспортные системы», та технология, которая имеет место быть, о том, о чём говорит Анатолий Эдуардович Юницкий и то, что мы с вами делаем на сегодняшний день, те события и те показания и то, что происходит в мировом пространстве, ещё раз подсказывает, что мы правильно и верно идём. И те скептики из видео по Саудовской Аравии, там скептик, профессор университета Майами, Элизабет, скептиков таких, вы знаете, будет очень много у нас на пути, потому что та инновация, которая существует или та инновация, которая приходит, она, естественно, не входит в их головы. Но мы идём правильным путём, не останавливаемся и идём вперёд. У нас последний решающий такой этап развития именно в этих 15 этапах у нас высокоскоростная трасса. И возможно, и я больше чем уверен, что именно в концепции линейного города, именно наследнего принца Саудовской Аравии, именно в этих 170 километрах, именно в городе Немо, который будет строиться вдоль этой трассы, и это мы уже знаем, и это подтверждение из источников в 2021 году. Возможно, в этой концепции, я уверен в этом, что в этой концепции заложена именно наша путевая структура высокоскоростная. Поэтому, друзья, на этом хочу мой вебинар сегодняшний закончить. И те, кто в просторах интернета желает найти информацию, найдите. Отвечу ещё на два вопроса. Владислав, спасибо, вероятно, в этом... Да, да, запустится. Да, Алекс запустится. И об этом Анатолий Владимирович сам лично сказал в последнем интервью. Вы видели, он сказал... Слышали, вернее, или видели, можете в просторах интернета найти, где он говорил, что минимум три проекта, а то и более будет. Так, Ольга красотища. Очень круто кто-то написал. КФФ, не знаю. Очень хорошо, приятно, КФФ. Так, Алекс есть. Алекс с 15-го года. Спасибо. Надежда, где приобрести эту брошюру? Надежда, не знаю, где именно приобрести, но, скорее всего, нужно посмотреть в ресурсах в личном кабинете. У меня на английском языке эта брошюра. У меня есть два экземпляра специально для меня, для работы. Я её у себя храню. Как и все остальные журналы, где именно подтверждаются, как и книги, которые я вам показывал. Книги должны быть. Друзья, кто-то, кто не заказал, инженер, заказывайте. Вот Виталий Алексеевич. Горжусь, что я в этом проекте с 14-го года. Ждём и своим детям, друзьям рассказываю. Да, Виталий Алексеевич, с вами очень согласен. Нам не стыдно будет за эту технологию. Я честно хочу сказать, что перед детьми и внуками будет не стыдно, что мы эту технологию, мы помогали этой технологии быть. Вот так я бы сказал. Иметь место быть на этой планете. Всё, друзья. Всех нам благ. Спасибо большое. И включаю такое видео. И до следующего раза. Следующий раз у нас будет 20-го числа. Всех нам благ, друзья. Счастливо. И удачи во всём. Очень хорошее количество у нас в интернете. 55 человек. Великолепно. Всё, друзья. Всех нам благ. Счастливо. И до следующего раза. Давайте ещё раз я поставлю это видео по поводу Саудовской Аравии, чтобы было ещё раз люди посмотрят. Всё, счастливо. Всех всем благ. Привет, друзья. Совсем недавно наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Ибн Салманом было объявлено, что они планируют инвестировать от 100 до 200 миллиардов долларов в строительство зелёного оазиса в пустыне. Только это будет не просто оазис, а футуристический город без машин, дорог и прочих городских, в кавычках, прелестей. Это будет линейный город, который представляет собой некий пояс шириной в несколько километров и длиной в 170 километров. Простираться он будет от гор на северо-западе Саудовской Аравии до Красного моря. Но в отличие от современных мегаполисов, загрязняющих окружающую среду, этот город с населением в предварительно 1 миллион человек будет на 100% обеспечиваться чистой энергией. А жители будут пользоваться сверхскоростным транспортом. Но не на земле, как вы могли подумать. Линейный город будет состоять из трёх слоёв. Верхний – для пешеходов и два подземных – для транспорта и различной инфраструктуры. По словам Ибн Салмана, этот проект сохранит как минимум 95% природной среды региона, где будет располагаться город. «Почему мы должны жертвовать природой ради развития?» говорит принц. «Почему 7 миллионов человек должны ежегодно умирать из-за загрязнения окружающей среды? Почему мы должны ежегодно терять 1 миллион человек из-за дорожно-транспортных происшествий? Вы задумывались?» По словам дизайнеров и архитекторов, школы, магазины и другие объекты первой необходимости будут в пределах 5 минут ходьбы каждого жителя, а поездка с одной точки города в другую не будет длиться дольше 20 минут. В планах также говорится, что искусственный интеллект улучшит повседневную жизнь жить Девелоперские решения SkyWay комплекс инновационных транспортно-инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды в городских поселениях. Примером такого поселения может выступать линейный город SkyWay. Ключевым элементом линейного города является наличие транспортной инфраструктуры второго уровня, в которой основные транспортно-энергетические коммуникации расположены над поверхностью земли. Территория линейного города предназначена для пешеходов, животных и зеленых растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентный уровень безопасности и комфорта. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город SkyWay может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе.